Вот мы все говорим, бедные иностранцы, как им сложно учить русский язык. И я сейчас не про грамматику, а про крылатые выражения. Манна небесная, убить двух зайцев, черт, ногу сломит. Это ж с ума сойти можно. Ну подождите, а нам что ли легко? В китайском таких фразочек ведь тоже хоть отбавляй. Часто бывает так, что с виду все понятно, знакомые слова, понятная грамматика, но смысл совсем неожиданный. Всем привет, меня зовут Анна Кузина. Сегодняшнее видео посвящается устойчивым фразам. Я приготовила для вас 10 популярных фраз, которые часто употребляются в живой речи. Обязательно сохраняйте это видео, потому что если вы планируете доводить свой китайский до хорошего уровня, эти фразы вам точно пригодятся. Ну и чтобы было интересно, давайте договоримся так. Я буду давать вам фразу и дословный перевод, а вы все же попробуете угадать, что это все значит. Ну а дальше я буду давать вам литературное значение и показывать, как эти фразы употребляются на примерах. Начнем со многим известного Дословно это купить счет. А что же это значит на самом деле? А на самом деле это оплатить счет, платить по счетам, расплачиваться, оплата. Например, Официант, счет, пожалуйста. Дословно это пить северо-западный ветер. Хм, что бы это значило? А значит это голодать, жить впроголодь, положить зубы на полку, сосать лапу, святым духом питаться. Какой богатый русский язык. Да, интересная логика получилась. Сначала оплатили счет, а после этого зубы на полку положили. Ой, то есть питаться северо-западным ветром начали. И пример Если у него не будет работы, всей семье придется жить впроголодь. Дословно обнажить или показать начинку. Мне кажется тут очень легко догадаться. Это значит показать свое истинное лицо. Выдать себя с головой. Например Да, прикидывалась состоятельной, а оказалось, что ветрами питается. Какой-то психологический триллер получается. Смех смехом, а главное, чтобы у вас изучение китайского языка не превратилось в триллер и сплошное переживание. Чтобы этого не было, изучать язык нужно, следуя четкой системе. С моей системой вы можете ознакомиться на бесплатном игровом практикуме «Китайский – это легко». Это 4 практических урока в формате игры, на которых вы узнаете, как произносить тоны и как тоны помогают развивать слух. Как за 5 минут запомнить 30 иероглифов и даже научиться их написать. Какие цели нужно поставить в изучении китайского языка. И как изучать китайский язык легко и с удовольствием. Да, это действительно возможно, если следовать системе. Записывайтесь на практикум по ссылке в описании под этим видео. Переворачивать лицо. Было нормальное лицо, его взяли, перевернули. Что это? А это рассердиться, поссориться, порвать. Конечно, рассердишься, когда тебя обманывали. Например. Все же было так хорошо. Ты чего рассердилась? Дословно, некрасивый цвет лица. Это что, намек на внешность? Неудивительно, что там лицо перевернули. Нет, ни в коем случае. Это уж слишком. Это значит, что человек плохо выглядит. Возможно, он плохо спал, заболел или переживает. Например. Что с тобой сегодня? Ты так плохо выглядишь. Много дел. Ну, много дел и много дел. Что тут еще придумаешь? А то, что когда речь идет о человеке, подразумевается, что он назойливый, надоедливый, приставучий, придирчивый. Например. Да уж. Рассердилась и рассердилась. Ты чего пристал? Любить кого-то кого-то. Ну, тут нереально угадать. Значит, это как хочешь. Неважно. Ну и пусть. Без разницы. Например. Без разницы. Не хочешь разговаривать? Ну и ладно. Да. Лучшая защита – это нападение. Рассердилась, поссорилась. Не хочешь говорить? Ну и ладно. Буквально «за этой деревней этого трактира не будет». Что бы это значило? Это про последнюю возможность. То есть другого случая не будет. Упустишь шанс, потом его может и не быть. Лучше говори сейчас, а то больше шанса тебе не дам. Например. Эту возможность нужно обязательно использовать. Иначе упустишь шанс. Гоу-иси – достаточный смысл. А тут-то чего? Смысл он и есть смысл. Не тут-то было. Это значит по-дружески, замечательно. Например. Не елляла вода гоу-цхо. Зан гоу-иси. Ты простила меня за мой промах. Как же это здорово. О, развязка-то у нас хорошая. Хэппи-энд настоящий. Мэй-тин. Нет сил? Энергии? Нет, друзья мои. Мэй-тин – это неинтересно, скучно. А вот если добавить иризацию – мэй-тир – тогда получится «нет сил». Ну и тоска одному смотреть кино. Надеюсь, что у вас противоположные ощущения от просмотра видео на моем канале. И вам не только интересно, но и очень полезно. Как вам такие фразы? Пишите, вы употребляете устойчивые фразы в своей речи? Или пока не до этого, потому что только начинаете изучать китайский язык? Обязательно рассказывайте в комментариях. Мне очень важно понимать, кто меня смотрит. Какой у вас уровень, мои дорогие зрители? А я с вами прощаюсь. Увидимся в комментариях, на практикуме и в следующем выпуске. Бай-бай!